здравия желаю ганза g704 общая длина 200 миллиметров длина клинка 85 миллиметров толщина клинка 4 миллиметра сталь 440 c твердость 58 60 единиц длина рукояти 115 миллиметров накладки из g10 замок axis lock вес 140 граммов произведен нож китая и сегодня как и в прошлый раз сначала все начищу а потом уже буду готовить и как и в прошлый раз у меня будет картошка жареная со всякими там овощами с моими там растительными колбасами и плюс сыр в этот раз я не забыл сыр мне так хотелось прошлый раз пожарить картошку сверху выложить куски сыра и чтобы это все подплавилась но я его забыл дома и так не смог это приготовить то в этот раз мне захотелось повторить это мое блюдо нож кстати чистит хорошо прям так ну не то что супер отлично но хорошо он переточен я об этом указывал в тесте есть кстати тест по ссылке в описании как всегда можете посмотреть кому интересно и там тест до переточки и после этого ножа и вот до переточки чистил он картошку ну откровенно хреновенько он ее прям скоблил такое знаете было скобление то сейчас врезается нож ну если не отлично то очень хорошо да конечно же толщина клинка все это сказывается но все равно чистка вполне комфортная и сегодняшний тест это видео я планировал снимать совершенно другом вместе мне еще километра три наверно три с половиной до него нужно было идти но проходила через это маленькое озерцо такая даже в лужа какая-то можно сказать большая такая лужа увидел и понял что да это она остаюсь я здесь туда как-то выберусь в другой раз здесь не сегодня прям очень понравилось и я шел к озерцу которая побольше намного побольше и она как для рыбаков в основном она для рыбаков ну хоть там и дачные участки всякие рядом дома тоже находятся но это место ловли даже на карте так написано и людей соответственно тоже может быть там естественно больше чем у меня здесь то увидя это место захотелось уединиться сегодня еще так ветрено не сильно но все равно и на том бы озере по любому бы с какой-нибудь стороны то задувало то здесь я нахожусь она как в низинке такой находится и довольно комфортно картошку подкалывает ну конечно 4 миллиметра естественно чуть-чуть подколола но не критично нарезка тоже вполне вполне хорошая вполне нормально на мелкие такие дольки нарезают нож неплохо крупные куски если прям на половинке разрезать картошку то конечно же он и подкалывает ну а так вполне норм как для такого крепыша а вот дальше куда отсюда идти я даже пока еще и не знаю на сто процентов изначально я задумывал вот то местечко которым рассказывал озеро там это все приготовить и рядом находится соседнее озеро они даже соединены по моему между собой и там интересное место такое историческое место захоронения по моему курганы до курганы готов курганы и их древняя обсерватория всякие там каменные круги с разными табличками информационными я там бывал пару раз интересное местечко но не знаю дойду я туда сегодня или нет может быть и да и под конец видео после готовки все это покажу морковка ну тут понятно да если на такие куски разрезать то она прям отстреливает и если же напополам то же самое нож трудно контролировать естественно он ее просто коллет по морковке конечно ничего удивительного все предсказуемо все предсказуемо подкалывается но то если на крупные куски нарезать а если нарезать ее какими-то мелкими шайбами то ситуация немного лучше будет на вот мелкими кусками вполне так нормально но крупные понятное дело идет раскалывание и это меня вообще не смущает и туда же сладкий перец просто все это нарежу обжарю весна тепло уже так сегодня достаточно тепло и можно готовить что-то такое жареное если когда холодно я обычно делаю всякие супы потому как они дольше ну банально дольше остывают если жареную картошку зимой готовить то раз два насыпал и все пока ходишь тут пока бродишь со своими там штативами с прочим скачешь что она она быстро остывает супы дольше держит тепло то вот в теплое время можно и картошечку приготовить по перцу тоже довольно неплохо врезается прорезает его кожицу и в лучших традициях моих походов начался дождь и вот он уже можно сказать закончился от дождик такой себе мелковатый немножко моросит перешел под эту сосну ближе к воде еще сосна такая здесь прикольно что мне понравилось старая корявая ей лет сто уже точно и как только ее увидел я сразу увидел себя сидящим на этих ветках с кружкой чая ожидающим покажет а все приготовится и теперь буду все это жарить сегодня еще у меня с собой полный баллон новый с газом поэтому можно не бояться что он закончится в какой-то момент и решил сегодня пойти налегке не брал я с собой также тарелку и поэтому буду есть палочками вместо вилки железная чтобы не повредить покрытие на сковородке но пока у меня там все жарится я выпью чай и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стараюсь тонко, но выходит как получится Где-то толще, где-то тоньше получается Плюс еще клинок толстый и приходится, знаете, как не видно, ты за него за обух заглядываешь, хоть он и сужается к окончанию, но все равно Ну, вполне, вполне хорошо И туда еще для нажористости моей колбаски сосиски нарежу еще Ну все, накрываю сыром, накрываю дощечкой и ожидаю Субтитры создавал DimaTorzok И практически все Пока дождь не затопил мою сковородку, осталось нарезать хлеб Вообще булочка миниатюрная, специально такую взял, чтобы не тащить большую булку Да, длины клинка, ну для такой маленькой хватает за один раз прорезать Для большой булки, естественно, не хватит О ужас, придется вам хлеб проворачивать По хлебу норм По нему он, кстати, резал как до переточки хорошо, так и после Вот по хлебу, по мягким продуктам это никак не сказывалось Особенно заметно было по чистке картошки После переточки, что стал делать это лучше Ну и сразу помидор, не буду ничего мельчить Просто на 4 части и все На тестах я показывал, как он там врезается и все такое И все да не все, еще же есть зелень Нужно притрусить Залез я опять под дерево немного, хоть тут и не сильно меня спасает Но все равно всяко лучше По ножу, ну все вы видели, как он справился Понятное дело, не кухонник, но вполне в походных условиях может справиться с готовкой Особенно если его переточить Но я сейчас это все поглощаю и выдвигаюсь дальше Пока даже не знаю куда Может быть к тем местам, к этой старой обсерватории и прочих мест этих готов А может быть и в обратную сторону, потому как дождик усиливается В общем, на этом все, конец связи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И решил я таки пойти к этим каменным кругам Хоть дождик и продолжает падать, но ничего И кстати, один из прошлых разок, когда я здесь был со своим другом Мы ходили также в поход И только мы там все посмотрели, пофотографировали Возвращаемся, уже собираемся возвращаться обратно И начался вот похожий ливень Только он стал потом сильнее, просто перерос в какой-то ураган О, привет И кстати, вот можно будет видеть, сколько я за сегодня всего прошел километров И за какое время, включая готовку, привалы и вот это так далее Все эти мои брожения ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»